Мы в Казани. Здесь играет самый талантливый футболист чемпионата России, Хвича Кварасхелия. Ему всего 19 лет, но уже сейчас из-за его дриблинга и нестандартных решений страдают все соперники Рубина. Как Рубину удалось увезти Хвичу из-под носа у локомотива? Что довел до слез Юрия Семина? Какую роль в этом трансфере сыграл грузинский агент легендарный Мамука Джугелия? Почему Леонид Сплыски считает Хвичу, возможно, самым одаренным футболистом, с которым ему приходилось работать? Сколько сейчас стоит Кварасхелия и почему эта цена уже выше 10 миллионов евро? Все это мы узнали у самого Хвичи, у его агента, у руководства Рубина и Локомотива. Наш выпуск про, возможно, самый дорогой лот российского футбола. Давайте с нами! Субтитры сделал DimaTorzok Хвича, ты живешь на базе. Это правда? Да. То есть ты не хочешь жить в городе, в квартире обычной? Да. Почему? Ну, я думаю, в базе я хорошо чувствуюсь. Если я хочу тренировку, я могу два минуты и уже поле. Все есть в базе, я думаю. Подожди, сейчас четыре часа, у вас уже была тренировка, у вас уже была теория, и ты сейчас можешь взять мяч и пойти тренироваться? Один? Ну, знаешь, как чувствую? Ну, сейчас чувствую, я думаю, лучше отдыхать, чем тренироваться еще. Ну, бывает. После тренировок, когда я не устал, я могу тренироваться и еще добавить что-нибудь. Но сегодня, я думаю, нет. А что ты делаешь? Ну, с мячом. Один? Ну, ворота там. То есть, ворота там, здесь мяч, и ты один начинаешь финтить? Да. Я могу удар. Ну, работать надо. Я читал интервью твоего папы, который сказал о том, что, когда мы приезжаем в Казань, то ли у тебя есть квартира здесь? Нет, у меня нет, но когда знаю до недели, то, что моя семья приезжает в Казань, я снимаю квартиру, и я с семьей живу. Ну, один раз бил так, два недели, у меня была квартира, и мы там жили с семьей, но потом они вернулись в Грузию. А ты не просил там, может быть, родителей, чтобы они пожили здесь, не знаю, полгода, год, чтобы они жили? Не хочешь попросить их? Да, я, ну, сейчас, я думаю, тяжело время для этой короны, и я думаю, они там, ну, хорошо, чем здесь. И, ну, здесь сейчас виза делать тяжело, и я стараюсь то, что я скажу клубу, ну, они помогают мне делать визу, и, да, конечно, я семью хорошо чувствую, чем один здесь. Но я думаю, для футбола, когда ты девятнадцать лет, я думаю, только футболом, и для меня лучше жить в базе, чем то. Ну, это, когда был Дзенэта, Татарстан был, мы в стадион въехали с этим, и понравилось. Понравилось? Ты готов выйти в город в таком? Нет. Почему? Не знаю. Понятно, что это твой атрибут местный. Хвича, я одним глазом заметил у тебя здесь награды. В самом скромном углу. Шесть штук. Почему ты их на полу держишь? Ну, не знаю, я не люблю, когда, но все смотрят. Почему? Давай я посмотрю. Это за рота Рубин, Рубин-Ростов, Рубин-Сочи. Какой был самый памятный для тебя из этих матчей? Ростов. Вот этот с Ростовом? Почему? Ну, там был очень хороший момент, когда мог забиться, хороший гол. А, этот матч, когда ты троих обыграл. Я эту игру комментировал, я помню, помню, я еще офигел сам. Все, я вспомнил, когда ты обыграл троих, и что-то у тебя сил не хватило для удара. Да, я думал... Все, все, я вспомнил. Да, да, да. Хвич, надо их держать на видном месте, но они все пыльные, смотри, прям ужас. Все в пыли. Все в пыли, это что еще? Один еще есть в Грузии. Какой? В прошлом сезоне, когда играл в Сочи. В Сочи? Да. Это родителям дал? Да. Леонид Викторович, ну расскажите мне про Хвич Курацхелию. Ну что, большой талант. Я могу сказать, что и в том числе ты меня спрашивал, например, как дался мне возврат в Россию, и что были там большие репутационные риски, потому что действительно команда находилась в одном очко от зоны вылета, и я очень нервничал на этот счет. Вот, но когда на первой тренировке, я сейчас говорю абсолютно серьезно, я увидел Курацхелию, я понял, что неважно, как сложится вообще турнирная ситуация моя в Рубине, ну важно, конечно, но имеется в виду, что есть возможность уже поработать с большим талантом. Ну вот вы говорите, первая тренировка, это же достаточно банальная фраза. Первая тренировка. Что он такого сделал на первой тренировке, что вы сказали, это футболист. Ну талант же видно сразу, большой талант видно сразу. Здесь не надо долго ждать или что-то высматривать, или что-то еще. Ну сразу что, после талант? Ну сразу стал обыгрывать, стал сразу обыгрывать, стал идти в обыгрыш, на максимальной скорости. Это получалось. Видно были качества, которые есть. Причем у него же не голый там дриблинг, то есть он не, ну там условно, Жанон Анидзе, который обыгрывает, но все-таки он легкий, да, он еще много дриблинга делает через единоборство, через их выигрыш, он еще быстрый, он достаточно мощный, он не такой прям вот там такой вот дриблер-балерина, да, хотя многие его представляют именно таким. Но на самом деле у него больше всех единоборств в атаке вообще в российской премьер-лиге. На данный момент больше 20 раз он вступает в единоборство в атаке. То есть понятно, что не весь дриблинг у тебя чистый, да, какой-то дриблинг все равно происходит через силовую борьбу. Поэтому у него такое хорошее сочетание, комплексное, качеств очень редких. Ну, скоростной дриблинг вообще, наверное, сейчас самое востребованное качество в мировом футболе, но у него он не только скоростной, но он еще и силовой, и хорошее завершение, и понимание игры, и высокая скорость, и он достаточно ответственный в отборе, поэтому... Ну, а яркость его бросилась сразу с первого занятия. Что значит ответственный в отборе? То есть он не избегает прессинга? Ну, я скажу так, понятно, что с мячом ему играть интереснее. Именно вот это слово является сейчас ключевым, потому что он сохраняет огромный интерес к тому, чем он занимается, и у него еще такой очень детский менталитет в плане... Он как будто, не знаю, на коробке играет с друзьями в официальные матчи важнейшие в чемпионате России, даже когда мы там боролись за выживание. Вот. И поэтому, учитывая, что интерес — это ключевое слово, поэтому ему, конечно, интереснее атаковать, нежели обороняться, но и оборонительные функции он выполняет достаточно неплохо. Даже вот те две игры, которые мы играли с ЦСКА, получалось, что у него очень много было эпизодов против Марио Фернандеса. Ну, на мой взгляд, это игрок принципиально другого уровня, чем наш чемпионат. Вот. И понятно, что он ему не всегда прям активно противодействовал. Но, тем не менее, и в одной, и во второй игре в целом, в целом, он там, насколько он мог, он справился. Как ты считаешь, кто в истории футбола самый сильный дриблер? У кого лучших финты были? Ну, Месси — это другой, он другой планетой играет. Ну, Неймар, знаешь, он очень красиво играет. Но для футбола, для смотреть, я думаю, Месси — это первый футболист. А я слышал, что техника лучше всех была у Рональдинио. Да, он очень технично был, знаешь, но он играл максимум три сезона, я думаю, очень высокий уровень. Но Месси, знаешь, он уже десять лет то же самое. Он только наберет форму, и он лет идет, но у него форма не вниз, он еще вверху. Ты говоришь, Месси, я знаю, что за Барсу болеет твой папа. Да, я не болею. А ты болеешь за Реал Мадри? Да. Мои братья все, Реал Мадри — только папа Барселона. А как ты говоришь, Месси, Месси, а болеешь за Реал? Ну, я обожаю Роналду, потому что у него не было такой таланта, как у Месси. И когда ты с Месси, знаешь, очень тяжело, когда у тебя есть противник Месси, и ты как должен они вместе, я думаю. И для меня спортсмен и футболист Роналду — это первый, потому что очень тяжело против Месси играть в такой футбол и забить много голей. Хвича, ну смотри, с Роналду сравнение — у вас примерно один рост. И я помню Роналду тоже в 19-20 лет таким был худеньким парнем, как ты. Ты был еще скромнее год назад, сейчас ты вроде так уже возмужал. Ты что, в зал ходишь каждый день? Ну, не каждый день, но стараюсь делать. Когда закончится тренировка, езжу в тренажер, когда у меня есть свободное время, и я спрашиваю ему в физи... Это кто, ну, Хави, это физио... Физио, терапевт? Не-не-не, не физио. А, тренер, по-физио. Да, тренер. И спрашиваю, что могу делать сегодня, то, что не очень, знаешь... Ну, он спрашивает мне, не делай ноги, потому что сегодня была очень тяжелая тренировка. Делай только верхом. И я стараюсь делать верхом, и я думаю, не надо скоро, быстро делать максимум. Надо чуть-чуть, чуть-чуть, и все пойдет. Так, я у тебя весы увидел, сейчас я их принесу, и мы посмотрим, как ты весяшь сейчас. Угу. Нет, сам я известно не буду, чтобы не пугать. Семьдесят десять килограмм. Когда ты приехал к мате, сколько ты весил? Максимум семьдесят три, семьдесят два. А, то есть ты набрал мышц на пять килограмм? Да. Ничего себе! Вот правый мы держим. Так, вот так? Да. И здесь внутри есть сок, и не надо это отпускать, знаешь, надо пить, 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 да. Сейчас попробуем. Ммм. 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 Второй – это Матвей Сафонов. У голкипера Краснодара великолепная репутация в Европе. Год назад ему предметный интерес проявляла Фиорентина. После этой Лиги чемпионов, если Матвей будет играть так же круто, как в первых матчах, я не удивлюсь, если к списку клубов, которые хотят приобрести Матвея, присоединится, например, Дортмундская Барусия. Ну и еще пару трансферов на экспорт, не таких масштабных, но при этом довольно интересных. Виктор Классенх об веке Краснодара пока никак не продлит контракт с клубом. Поэтому, вполне вероятно, этой зимой будет последняя возможность для клуба Сергея Галецкого получить серьезные деньги за шведа. А из Ростова этой зимой может уехать защитник Денис Хаджикадунич. Прошедшее трансферное окно им активно интересовался Кристал Пелес, который хотел финально проверить шведа в матче против Тоттенхэма. Но Ростов до этой игры не добрался, уступив Макаби, и поэтому трансфер был заморожен. Вполне вероятно, что в январе Кристал Пелес вернется к идее покупки Хаджикадунич. В общем, несмотря на все нюансы, европейские клубы продолжают внимательно следить за российским рынком и ищут для себя разнообразные возможности. А когда мне нужно что-то для себя купить для ежедневных задач, я часто пользуюсь Яндекс.Маркетом. Теперь там есть возможность не только сравнивать, но и покупать товары. Причем найти можно почти все, что угодно. А прямо сейчас делать покупки на Яндекс.Маркете особенно выгодно. И до 31 октября идет аномальная распродажа со скидками до 80%. С запуском YouTube-канала в моей жизни стало еще больше перелетов и переписок. И я задумался и понял, что мне нужен новый iPad Pro с клавиатурой. Ведь писать сообщение на одном маленьком iPhone не очень удобно. Так что еще один девайс мне точно не помешает. Сейчас поищем, какие есть варианты на Яндекс.Маркет и выберем самый оптимальный. Ну что, выбиваем iPad Pro, Яндекс.Маркет и ищем, какие варианты он нам дает. Тут вариантов, конечно, огромное количество. И вот, соответственно, ищем варианты, которые нам приходят. Их очень много. И дальше можно сортировать по цене, по рейтингу, по отзывам, по размеру скидки. Что важно. По новизне. Но давайте возьмем по рейтингу, что тоже важно. Выбираем для себя оптимальную цену, оптимальное устройство. И я оформляю заказ. Переходим по ссылке в описании, оформляем заказ. И помним, что до 31 октября на Яндекс.Маркет аномальные скидки. Пользуйтесь этим и хороших вам покупок. У вас есть объяснение, почему в первые полгода, когда он пришел в команду, при Шаронове, он практически не играл. Сидел на скамейке. Ну, я на эту тему много с ним разговаривал. То есть, Шаронов. У него какие-то свои объяснения были. Ну, наверное, может быть, он неправильно перестраивался. Основной посыл был вот это. То, что вот он неправильно перемещается. Где-то он там преимущества не делал, еще что-то, да. Ну, я там не всегда был с ним согласен. Но, в любом случае, как бы, состав называет главный тренер. Хорошо. А как Слуцкий конкретно помогал адаптироваться к новым условиям Хвичу? Я знаю, что он убрал переводчика, например. Он сказал, мне переводчик не нужен. И поэтому Заза, которого переводил, он ушел из клуба. Понимаешь, чем было дело? Хвич очень плохо говорил на русском языке. Как, впрочем, и все остальные грузины, которые, кроме Кипиани, которые практически как мы разговаривают на русском языке. И поэтому, когда ему задавали вопрос, он не всегда улавливал, о чем речь идет. И то есть он не мог сказать, как бы, то же самое, что он хочет. И поэтому большие сложности были. Мы поэтому думали, как же его… Ну, он же не сможет адаптироваться просто к требованиям, какие должны быть у тренера, к игроку, он должен понимать. Поэтому взяли ему переводчика. Но мне кажется, вот ты сказал, что… Как ты думаешь, что вот их много? Не помогло ли этому адаптации? Мне кажется, наоборот. То есть у них такая небольшая компашка… Помешало? Помешало только, да. На мой взгляд, помешало. Ты сказал, помешало? Помешало, да. Мне сказал, что помогло. Ему это помешало. Это правда. На мой взгляд. Они, получается, жили одной группой? Да, конечно. Они все время общались, все время все вместе. Но ты уже по-русски говоришь хорошо. Да, я стараюсь. Ты реально хорошо. Потому что я помню, когда только приехал «Локомотив», ты, по-моему, вообще не говорил. Да, потому что ты зло бил. У меня Куэр-Куэля с ним бил. И мы только о грузинском говорили. Но когда я хотел сказать что-нибудь, я говорил, Саба, давай скажи это по-русски. И не знаю, сейчас, когда один, сейчас лучше я говорю по-русски, потому что общался только по-русски. Я пытался поначалу подсказывать на английском языке, но понял, что там вообще труба просто полная. На английском еще хуже, чем на русском. Поэтому сейчас чуть-чуть на русском лучше стал говорить. Но вообще плохо. Что ты бьешься? Не так, что ли? Я все время, когда что-то объясняю, что я потом говорю? Ну-ка, Квара, что я сказал? Давай переведи на русский еще раз. У нас была теория. И Викторович рассказывает все это на теории именно по хвичиным действиям игровым. И он сидит головой кидает. Он говорит, ты понял, что я сказал? Он говорит, да. Он говорит, скажи сейчас, что я сказал. И он не смог ему ответить, что ему пытался довести тренер по футбольным качествам. Юрий Павлович, хвичи Кварацхелия. Правда ли, что, когда вы с ним расставались, вы даже там, ну, всплакнули практически? Правда. Правда? Правда. Это самый талантливый футболист, с которым вы начинали работу свою? Ну, один из самых талантливых. Вот на сегодняшний момент самый талантливый. Хвич ваши слезы видел? Я не знаю. Ну, это не играет никакой роли. Это мои личные чувства. Потому что такой талант упускать обидно очень. Тем более, что мы полгода с ним работали. Тем более, мы все-таки много ему внимания уделили. И мы даже ему уделили внимание по поводу, он должен посмотреть о своем здоровье, посмотреть зубы, как он должен был. И он все это выполнил. Зубы? Да. Я говорю, пройди обязательно диспансеризацию зубову, потому что это играет на сердце большую роль. И он поехал в Грузию, он на самом деле все сделал. То есть он профессионал? Профессионал высшей мерки. Вы как-то сказали, что он даже талантливее Марата Измайлова? У Марата более короткая обводка все-таки была. У Хвичи она такая на дистанции. Но Хвичи объем работы больше делал, чем делает, чем Марат. Хвичи, мне кажется, больше конкретный, забивной. Но мне сложно очень сказать, кто более талантливый. Вы можете с кем-то сравнить с тем, с кем вы работали? Ну, наверное, с Одегардом можно сравнивать его, я думаю. С Одегардом? Да. Это же талант уровня Реал Мадрид. Ну, у Хвичи тоже очень большой талант. Потому что просто он не такой ранний. Понятно, что когда Одегарда там в 15 лет покупают за 9 миллионов евро, и весь мир за ним гоняется, это одно. Здесь чуть более позже созревший. Но именно по качествам, вот если мы говорим про набор качеств, потому что такой набор очень редко сочетаемый. У него сочетается общая выносливость со скоростной выносливостью. Это редкие качества. То есть он там пробегает больше 12 километров. У него там в субмаксимальном режиме всегда там больше полутора километров. У него высокая максимальная скорость. Больше там 9,3 метров в секунду. То есть у него набор идет хороший и функциональный, широкий и технический. Самое важное было не убить в нем вот этот интерес. Потому что понятно, что часто на тренировках ему говорят, да, дай ты мяч, да сколько можно обыгрывать. Мы уже в восьмой раз побежали, после того, как ты потерял мяч назад в 70 метров. То есть вот это вот очень часто тренеры тоже сваливаются на такие требования. Я же прекрасно понимал. То есть я ему всегда говорю, что если есть база для дриблинга, то есть если ты не на своей половине поля, если ты не спиной к воротам соперника, если ты не делаешь это поперек. То есть есть вещи, которые лучше не обыгрывать в каких-то ситуациях. У него понятно, что бывают ситуации, когда он начинает обыгрывать, когда не нужно. Но когда создана база, ты лицом, ты на скорости, есть свободная зона, да, пожалуйста. Вам такую фразу приписывают. Не знаю, насколько она точная, но вроде вы сказали про Хвичков Рацхеля, что это игрок без потолка. Да, это правда. Вы так говорили? Да, я так говорил. Да. Можете расшифровать? Ну, когда ты работаешь с игроком, ты понимаешь, что может его остановить, куда он упрется, где вот та ситуация, где он уже дальше не сможет расти. То есть его ограничат или физические качества, или менталитет, или уровень технического мастерства какого-то. То есть ты всегда понимаешь примерно вот к чему и до какой стадии дойдет игрок. Я не вижу качества, которое могло бы его ограничить и могло бы стать вот той преградой, которую бы он не мог бы преодолеть. Во сколько лет ты провел первый матч против взрослых мужиков? Сколько тебе было? 15? Знаешь, я когда был маленький в улице, когда мне играли в футбол в Грузии, я всегда... У меня был друг, он старший друг, и он всегда мне скажет, когда игра, и давай, иди. И я уже маленький был, когда играл с взрослым, но официальная игра, я думаю, уже 15 лет, 16 лет уже играл. Против взрослых? Я 16 лет уже в первой команде был в Динамо Тбилиси. 16 лет? Да. В Динамо Тбилиси? Да. Я с Зуриком, да, был вместе. А, с Зуриком? Да, с Зуриком тоже. Мы вместе играли в Динамо Тбилиси. Честно говоря, у вас такое вещь мне. А вот, когда тебя звал старший товарищ, тебе сколько лет было, и ты играл против кого? Им сколько лет было? Когда маленький? Когда в улице играл. Да, на улице. Да, я думаю, он был максимум 11-12 лет. Ну, они берут 20... 20 лет, 21, ну так. Тебе 11, ему 21? Да. И что-то напомнило мне, как ты играл в этих них? Ну, знаешь, они не очень профессиональные игроки, но они хорошо играли. Скольких лет лично вы знаете Хвича? Вот сколько лет ему было, что вы вот его знаете? Именно Хвича Кварацхеля? Я тебе скажу, Хвича, 2001 год рождения. Я, конечно, рождение, я помню 2-3 года, когда у него был, но вот так близко уже, когда я в Баку приехал, это был 2007 год. У него было 6 лет такой, мальчик был такой. Мухвичи. Да, шустряк. То на стол приел, то под стол, убегал там. Потом куча подрос, подрос. Я когда в Грузию приехал, отец приехал с моими друзьями. Ага. И говорит, присмотри за него, он хороший парень. Я говорю, хорошо, Бадри. Я посмотрел его игру, я в шоке был. Когда увидел, я и Бадри сидел, я два руку поднял, я говорю, очень серьезный игрок. Бадри, не бойся, я присматривал за него. И первый звонок я сделал в локомотиве. Вы стали его агентом в 16 лет? Ну, официальным уже. Ну, слушай, сейчас Бадри сын. Я же какой агент? Один из семья. Вы член семьи Кварасхелии, правильно? Ну, грубо говоря. Вместе. Вместе с Бадри, вы такой член семьи. Да-да-да. Очень близкое отношение. Так, дальше что? Вы сказали Бадри, я его устрою в локомотив. Так было? Нет. Бадри говорит, присмотри. Он очень хорошо понимает футбол, он хороший тренер. Угу. Но он никогда не лезет в моих делах. Он отдал ребенка, и присмотри Мамука. Мы очень близкие друзья. Говорят, что если есть грузинский футболист в России, это Мамука. А почему Вова нет? Может, я грузин? Ну, поговорят только про вас. Мамука Джугели. Вова тоже мой партнер, что... Ну, грузинник, откуда вот выпадут? Армян, если зайдет, то еще будет. Понимаешь? Или армянского агента. А грузинник, откуда здесь выпадут? Конечно, мой будет. Это же 2-4-2-4. Кто был самый ваш успешный грузин в России? Они мне все хорошие были. Хороший был Ашветия, хороший был Салуквадзе Лаша, хороший был Давид Квиркуэль. Все они хорошие. В Рубине кто-кто играл, все они хорошие были. Ревишвили Нюкри. Очень серьезный вратарь был. Все они свои имя в СД поставили. Чемпионник, кубок взяли Россию. Они хорошие ребята у меня. Мне повезло, что поколение хорошее попало. Олег, меня, знаешь, что интересует такая тема? Я, честно, не понимаю. Вот ты давно в футболе. Ты работал в ЦСКА, потом в Заслудске, в Голландии, в Англии. Хвич Кварацхелия приезжает в 18 лет, локомотив в аренду на полгода. Потом локомотив дико долго торгуется, определяется оставлять, не оставлять. Почему ни один клуб РПЛ не увидел Хвича талант, когда ему было там 17 лет? А я уверен, что увидел. Потому что, допустим, отчеты по игре Хвича Кварацхелия на молодежном уровне, они были доступны, и скауты смотрели в разных клубах, в ЦСКА, в частности, смотрели Хвичу на разных турнирах молодежных сборных. Просто дело все в том, что это же тоже надо понимать, как это все работает. Твое выступление на юношеском уровне, оно не всегда подходит под мужской футбол. Футболиста надо доводить, он должен попадать, тренер должен в него поверить каким-то образом. Поэтому я думаю, что Хвич очень многие знали. Вот вопрос, как вот его заполучить, это уже самая главная сложность. Когда вы его в первый раз увидели? Я его первый раз увидел... по видео, он играл за молодежную сборную Грузии. Были нарезки еще, когда он обводит. Вот это и было первое впечатление. Очень о нем высокого мнения был наш селекционер Тищенко. Ну и потом у нас появился интерес к нему. Он вошел в команду, как будто здесь был долгое время. У него понимание было, вот все, что надо делать в данной ситуации, он так и делал. Потому что у него мозги в футболе хорошие. Я? Да. Ты же был в «Локомотиве», когда Хвичи приехал, правильно? Да, я в принципе помню этот день. Мы были на сборах в Испании. Наверное, в Испании. Товарищ Павлович любил Испанию. И что он приехал? Какая первая реакция, первое впечатление? То есть приехал чувак из команды «Рустави»? Да. И как он играл с вами? Ну, первое, что бросилось в глаза, это, наверное, связано с молодостью. И именно там, где он играл, у него получалось обыгрывать 5-6 или всю команду. Потому что он реально техничный парень. Но здесь уровень другой был игроков. И он брал мяч. Когда мы играли там маленькие игры, 5-5 или 6-6, он брал мяч. Никому не отдавал. Ну, то есть одного, ну, двух он мог обыграть там еще. Третий сразу. Ну, просекли эту фишку всю и уже так, знаешь, жестко встретили. Раз, второе, он уже понял, что здесь это не прокатывает. Начал потихоньку меняться. Но все равно он был такой чуть-чуть… Ну, это такое, в кавычках слово, «туповатый». Как бы, да. Потому что сейчас он очень прибавил и раскрылся. Но потенциал был виден сразу, потому что очень быстрый парень. И надо было с ним продолжать работать. И я думаю, что он в локомотиве тоже бы раскрылся. А тебя обыгрывал на тренировках часто? Ну, и сейчас пытаюсь. Ты не злился? Ну, я всегда злюсь, когда меня обыгрывает. Ты же знаешь, какой я. Не, ну, не было реакции. Бывало, конечно, получал. Да, были ситуации разные, да. Он и сейчас, если у него спросишь, здесь тоже получает иногда. От тебя получает, да? Перебаршивать, когда начинает, уже раз жестче встретишь. А я знаю, что была твоя история. Твоя одна из первых тренировок в локомотиве. Ты только приехал, и ты два раза обыграл Чёрлоку. Прокинул между ног. Да, я хорошо не помню, но… Был такой? По-моему, так бил, но… Но потом нет. Что потом, Гер? Потом не бил такой. Подожди. А что было дальше? Я знаю, что Чёрлоку разозлился. Знаешь, я… Когда приехал, я не думал, что там очень большой футболист. Когда я делал Чёрлоку, а потом я думал, что так не надо делать, потому что он очень сильный футболист. Он очень важный футболист с локомотивом. И он уже… Знаешь… А что ты сделал? Ты пробросил между ног его? Да, между ног. И потом я думал, что это некрасиво, когда такой человек делает такой. А правда, что тебе подошёл к Вирквеле и сказал, что так больше не делай? Да? Он сказал, мне и так вообще нельзя не делай. Илья Павлович, у вас есть объяснение, как локомотив не смог его оставить? Потому что есть несколько версий. Одна из версий, что просто не смогли договориться с агентами. Другая версия, что хотели его оставить на год. Опять ещё одну аренду. И Хвич очень разозлился. Вы можете вспомнить лето того года, как Хвич… Я хочу просто сказать, что это громадная ошибка сегодняшних руководителей его не оставить. Это ошибка и финансовая. Это ошибка и чисто, ну, наверное, профессионального характера. Что такой игрок оказался вне локомотива. Вот и всё, что я могу сказать. Вам тогда объяснили, как тренеру, почему его не оставили? Мне эти объяснения очень сложно понять. Потому что квалификация этих объяснений, она была… Низкого уровня. Низкого уровня. Андрей, как так получилось, что локомотив упустил Хвичу Хворацхелию? Как говорят, главный талант русского чемпионата. Как так получилось? Ну, ответ очень простой. Так бывает. Он пришёл к нам, в принципе, неизвестный для футбольного российского мира футболист. Сейчас его фамилию выучили все. Хотя оно не так легко произносится. И за ним, не говорю, что стали охотиться, но другие клубы стали искать возможности его пригласить к себе. Получилось так, что в этой истории клуб Рубин смог нас опередить. Я слышал версию, что клуб Рубина опередил вас, потому что заплатил комиссионных либо подъёмных, как угодно, 3 миллиона евро. Я тоже слышал какие-то версии. Ничего не могу утверждать, потому что это сокрыто тайной. Ну, у вас-то сколько просили за продление у «Локомотива»? У нас просили. Ну, мы готовили контракт. На наш взгляд, очень оправданный и разумный контракт. И надеялись, что этот контракт будет подписан. Более того, я находился в тот день, когда мы должны были подписать с контрактом на руках в Австрии на сборах команды. Но этого не произошло. Почему? Потому что игрок в данном случае сделал выбор в пользу другого клуба. И если вы помните, Рубин в тот момент был очень похож на грузинскую команду. Там было много грузин. Да, и говорят, что ключевую роль в этой истории играл агент Мамука Джугелия. Вы с ним общались? Да, я знаю Мамуку Джугелия. Конечно, общались. Ну что ж, это работа агента. Официальный локомотив Кикнадзе и Ласюк в интервью… Один плеустрей. Он мне сказал, что это Хвича хотел остаться, агенты его увели. Это Хвича спросит, скажет. Вот здесь у меня контракт, и то, что они предложили, все в телефоне. В течение десять дней они мне предлагали семь контрактов. И там везде было написано «один плеустрей». Понимаешь? И мы хоть сейчас сидели и читали «один плеустрей». Что это такое «один плеустрей»? Ну, один год контракт, потом выкуп. Год еще аренды, правильно? Почему? Сейчас месяц они уже смотрели его. Зачем? Подписывай четыре года. Как сделал Саймон Рустик? Взял его и подписал пять лет. Что они недосмотрели, там я не пойму. Приехал Ласюк опять же с такими контрактами, которые нам устраивал. Парень посмотрел, прислал, не подписывай, я говорю. Он взял сумки и ушел. Попрощался с Сиомином. Не потому что месяц на этом контракте разговаривал. Месяц. Вы месяц вели переговоры о контракте? Месяц вели переговорами. Это я не вру. У меня и папа… Бадри, да? Да. Бадри тоже… Это докажет, что я первый контракт, который я получил, я показал Бадри вдвоем все равно. У меня футболисты бах-бах обсуждали, посмотрели. Обоих не понравилось. После этого… Что не понравилось контракту? Ну, там были пункты, допустим. Ну, допустим, один плюс три. Один плюс три. Вот один плюс три. Футболист получает травму. Понимаешь? И что нам делать потом? Ну да, обоставитель из команды. Это футбол, Лига чемпионов, это обсуждали. Понимаешь? На трансфер деньги не платили. После года платили, если их понравится, а потом они начинали платить деньги. Сколько? Вот эти цены правда не платят. Ну, у вас есть телефоны, посмотрите. Не думаю, три или два. Три миллиона евро, если год понравится. Три или два, если не было. Ага. Или два. Не помню. Ну, это подтвердит, как услышат мой разговор, они сразу обсуждят. Или два было, или три, но не больше. Не важно, да. Да. Что еще не понравилось в контракте? Зарката маленькая стояла. Маленькая? Да. Вы берете игрока в январе, если не ошибаюсь. Да. Хвичу Коврасхелию. Да. Подписываете. Восемнадцать лет, молодой парень. Говорят талантливо. Говорят. Мы не верим. Надо проверить. Берем на полгода. Почему вы не прописываете обязательное продление контракта за какую-то конкретную сумму, либо какие-то другие функции? Почему этого не произошло? Почему лишь полгода, когда он засветился, и естественно появились рубин и так далее? Единственное, что я могу сказать, наверное, что мы не планировали такое развитие событий. Вот и все. Почему мы не сделали этого? Не знаю. Иногда, но бывают какие-то упущения. Давай это обсудим. Потому что взял его локомотив в аренду. Его знали, ты говоришь, все, ЦСКА. Вот ЦСКА чего я не взял, если знали? Талантливый парень, грузин. Рядом. Можно увидеть. Поехать посмотреть. Но не взяли. Ну, я не знаю, почему его не взял ЦСКА. Вот давай разберем тему с локомотивом. Они его взяли. Я думаю, что вот то, кстати, чего никогда… Взяли в аренду. Да, взяли в аренду. Вот чего не бывает в рубине. Да, и у нас все футболисты, даже молодежного состава, они могут быть уверены в том, что мы к каждому из них относимся в равной степени уважительно и внимательно. И когда у тебя футболист находится уже внутри, понятно, что он может быть продан, у него может быть конфликт с тренером или он просто захочет куда-то перейти. Это одна история. Но если он уже здесь находится и не сохранить этого футболиста, когда ты сам хотел, это вопрос, ну, наверное, к управлению в большей степени. Потому что мне представляется, что если он уже здесь внутри, надо как-то с ним, ну, находить общий язык. То есть удивительно, что он в локомотиве был, но при этом в арендном соглашении было даже прописано право выкупа за определенную сумму. Да, но это, опять же, мы не знаем. Может быть, там были какие-то определенные нюансы. В футбольном клубе «Рубин» мы стараемся, вот все футболисты, которые были в аренде, Пабло, который ушел, Оливер Абельгор, у них у всех была прописана опция. Более того, был подписан уже личный контракт в случае реализации этой опции, чтобы не было никаких нюансов. Вы его привозите в локомотив. Отступные не прописываете. Нет. Почему? Не было такого разговора. Ну, как не было, Маука? Ну, когда любого игрока привозят, говорят, отступные такие-то будут. И там, ну, условия обговаривают. Что значит, на полгода привезти к ВИЧу? Это же, это же не… Это же как-то вообще… Когда мы начали разговаривать насчет этого, да? Я их сказал, это звезда. Это будет и 30, и 40 миллионов. Ну, они все посмеялись. Ну, я уверил, я знал, что так будет. Когда начали говорить, я не помню вратный будущий, тем более перед камерой, я думаю, там была сумма выставлена от меня, да. И хорошая сумма была, крупная. Отступных? Да, да. И они на этом не согласились. Какая была сумма? Не помню, правда, а то я тебе сказал бы. Отступные за отъезд в Европе или чтобы его выкупили? Нет, чтобы из Рустава выкупили. А, из Рустава. Ну, какая была? Два миллиона? Три миллиона? Может быть, где-то вот так. Два миллиона евро? Да, или три. И они сказали, нет, мы такое не помним. Да, или два было, да, ты правильно говоришь. Не помню. Я не знал, ребята. Да, да, да. Вот такая ситуация была, да. Точно не помню, сейчас врат не буду. Они сказали, нет, мы его просто берем на полгода посмотреть. Не, полгода еще посмотрим, потом договоримся. А ну, когда уже мы посмотрели, что он стоит уже, я выставлю сумму. Уход ХВИЧ из локомотива – это главная ошибка Лосюбка и Кикнадзе? Да нет, я не говорю об ошибке. Это жизнь. Так получилось. Вы сказали слово «упущение». Упущение, ну как упущение, сделка считается законченной, когда стоят подписи. Каждая сторона имеет право эту подпись не поставить. Почему это происходит? Ошибка это или кто-то своих устных обещаний не выполняет – это уже другая история. То есть здесь скорее просто вы устно договорились, но на бумагу не успели перенести? Со стороны клуба все было предрасположено к тому, чтобы игрок у нас остался. Желание игрока изменилось. В последний момент? Да, в последний момент. Конкретно можно вопрос задавать? Конкретно скажи. Конкретно скажи. Кто виноват, что ХВИЧа не остался в локомотиве? Я. Я виноват. Ни милиция, ни Кикнадзе, никого я не хотел, вот эту сделку не состоялся. Решили я и ХВИЧа. Твоё. Почему? Из-за денег? Из-за карьеры ХВИЧа. Ну хватит, Мокка, ну хватит. Но деньги решили. Ты в футбол играл? Да. Ну не на уровне серьезном, но в детстве играл, да. Вот ты выходишь на поле, ты получаешь травму. Да. Травму надо, к сожалению, 6-7 месяцев. И что нам, ХВИЧ у 18-летнего ребенка? Закончился в локомотиве один год и опять Рустава я повез его. Я перестраховался, я не мог этого допускать. Во-первых, он мой футболист. Во-вторых, считай, что это мой сын. Понимаешь? Моего друга сына. Считается, что это я как сын его. И мои дети тоже за ними очень переживают. Мои дети молодые, футбол не смотрели, после ХВИЧа начали смотреть, понимаешь? Зурико ХВИЧа, Зурико ХВИЧа стоят, смотрят, понимаешь? Я не мог там ошибаться. Может быть, другой рискнул быть, так? Я не мог рисковаться. Если с ним что-то случилось бы, да? Я же должен был какую-то страховку. А Рустик сделал не всё. И страховка, и контракт, и для ХВИЧу хорошую зарплату. И всё он хорошо эту организацию сделал. Наверное, Рустик сильнее организатор, чем другие. Что ещё хочешь? Но дело не в деньгах разве? Татарские деньги не сыграли ключевую роль? Не было там деньги. Рустик тебе скажет, между нами нет. Ну как? Ну не было. Ну, мамука, мы с вами грузин-армянин. Хочешь, давай, давай. Сколько раз ты, когда встретишься с Саймоном, да? Да, ты скажи ему, сколько раз там было, что с мамукой разговаривали, на деньги вообще не общался? Доквара цхляса, аллаквадзек, верголя. Всегда, как ты хочешь жить, пусть так будет. Хорошо, я понимаю. Не было там с деньгами перебивания. Рустем, самая интересная тема. В прессе фигурировала история, что вы, когда в итоге получили ХВИЧу, заплатили 3 миллиона евро агентам. Нет, неправда. Это неправда. А сколько? Ну, давайте оставим это в тайне, скажем так. Я же не на исповеди, правильно? Нет, мы не на исповеди. Это модно. Насколько я знаю, вас с мамукой связывает давняя дружба, давние отношения. Абсолютно. Такие есть. Еще со времен десяти летней давности грузинские игроки все время достаточно комфортно в рубине чувствуют. Я же вам придумал слоган «Без грузина нет рубины». Мамука придумал? Да. Он все время говорил «Вот у вас есть грузин, и у вас есть результат. Нет грузин, и нет результат». Но как это происходило тогда, летом прошлого года? Он ведет переговоры с «Локомотивом», едет на встречу с Лосюком. Встречается. Вы что, ситуацию мониторили? Как это вообще происходит? А, нет. Она произошла… Ну, это тоже, мне кажется, стечение обстоятельств. Мы разговаривали про Зурякова Давиташвили. Он приехал ко мне в клуб, ведя переговоры параллельно с «Локомотивом» по Каврасхелии, приехал ко мне заключать контракт с Зуряков Давиташвили. И как раз я приехал в Давиташвили контракт туда. И на этом периоде случилось вот это недоразумение моим «Локомотивом». То, что сейчас одни так говорят, вторые так, понимаешь? И на этом моменте все решился. Как раз Зуряков подписал, и мы сидим там общаемся, и здесь вот эта ситуация тяжелая. Я ему говорю «Как ты на Каврасхеля смотришь?» А я смотрю, как звезду. Ну, Рустика есть, глаза хорошие там. Футболиста сразу вычисляет, вот это у него есть, понимаешь, схватка. И мы обсуждали, и при мне он все время разговаривал, и что-то ругался, и что-то там все время высказывал, и что-то там с кем-то из «Локомотива». Как бы я… «С кем ты там разговариваешь-то?» Он говорит «Ну, слушай, вот они там, вот так, вот так». Я говорю «А что Хвич, это еще не там?» Я просто удивился, я думал, что, ну, ведь он уже сыграл, об нем много говорили, ясно было, что этот талант невероятный. Я думал, что и он и есть там, и тоже Семин о нем как отзывался там прекрасно. Он говорит «Да нет, и, по-видимому, он там может и не быть». Я говорю «Ты правильно сказал, он там и не будет тогда, давайте говорить». Я говорю «А что?» «Ну, тогда бери его, успокоимся». Он говорит «Я беру». Я сразу набрал, собираюсь. Я говорю «В Казан приезжай». Приехал, взял он его, договорились. Мы точно договорились, да? Вот серьезно я тебе говорю, здесь не было тайных разговоров. Сидели я, Хуйчай и Сайманов. Сайманов, Рустик. Здесь нету такого, что они там пишут, что вот там деньгами перебил рубин, этот агент продал его за деньги. Никто никого не продавал, и все мои друзья. Он ушел, разговаривал где-то, ходил там, я знаю. Он так все время, он ходит все время, когда разговаривает. Я там видел в окно, что он там ходит, ходит под окном, что-то говорил, говорил. Потом поднимается, слушай, говорит. В принципе, и мне кажется, что, говорит, он как бы готов пойти. То есть я ему все рассказал, все плюсы, там, минусы. Он, в принципе, согласен. Какие условия? Я говорю «Ну, давай я тебе дам условия. Как ты считаешь условия?» Вот мы договорились в течение… Я даже не знаю там. Мы просто озвучили какие-то сцены и все. Ну сколько нужно? Три минуты. То есть вы хотите сказать, что от идеи подписать к ВИЧу до окончательных условий прошло там полчаса? Ну, может, чуть больше, не знаю. Мы в этот день, по-моему, все подписали. Или, во всяком случае, все согласовали. Подписали, может, и не в этот день. Не помню. Ну, вообще, в принципе… А, наверное, он с отцом еще что-то согласовал. Точно. Он же что, с отцом там разговаривал, потом по этим? Ну, мы что-то там, может, даже подправили. Ну, это быстро. Ну, не знаю, может, три. Ну, быстро это все было. Может, мы подписали на следующий день. Ну, я просто не помню. Но договорились обо всем очень быстро. Вот прямо вот здесь сразу договорились. И, может быть, завтра подписали все. Как это было вот с твоей стороны? Ты был в Австрии, правильно? Да, я был в Австрии, я тренировался. Я не знал то, что я не играю еще в сезон «Локомотивы». Я думал, футболист «Локомотивы» еще. Но Мамука позвонил мне и сказал такой контракт. И ты как думаешь? И я сказал, я хочу только играть в футбол. И Мамука не только мой агент, он очень много дружит с моей семьей. Мы всегда вместе. И он как моя семья. Я не считаю, что он вагент. Я думаю, он как моя семья. Как твой дядь, да, условно? Все знают его синий. Мы всегда вместе, когда я в Грузии. И он когда сказал, как думаешь, что надо делать? Ну, я сказал, Мамука, я хочу играть в футбол только. Ну, ты сам реши, что будет для меня лучше. И он сказал у Рубина. И я думал, я сказал ему, если я в Рубине играю, я поеду, конечно. Игрок-то полгода живет в Москве. Играет в «Локомотиве», в чемпионе России. Рядом Смолов, Миранчуки, Чёрлука. Зачем каврацхелии перейдать в Казань? В команду молодую с тренером Шаронова? Здесь как раз все легко объяснимо, с моей точки зрения. И как я объяснил. То есть попасть в основной состав в команде, где у тебя Миранчук на твоей позиции играет, где у тебя там Крыховик и другие звезды, это, ну, мне скажем так, ты попадешь туда года через полтора, да? А у нас молодая команда. То есть я формировал. Он имел как раз необходимый опыт игры. Он имел бы у меня необходимый опыт игры. И так и произошло. В моей команде. То есть потому что у меня одна молодежь была. Мы играем в пример лиги. А там лига чемпионов? Так он же там бы не играл. Кто играл бы? Ну, играл бы Алексей Миранчук. Ну, и он и играл. Ну, разве не так? Ну, это правда же. Поэтому, ну, чего об этом говорить? Марио там. Ну, то есть он пришел бы туда, допустим, в состав, в основу. Подошел бы, наверное. Конечно, он играл. Ну, поверь мне, не сразу. Он играл бы там. А сейчас он вот уже, он пришел ко мне год назад. Я понимаю. И он уже, ты видишь, он уже звезда. То есть его все знают. Почему? Потому что он играет и он имеет возможность все время доказывать свою состоятельность на поле. А там бы нет. Когда он тебе звонил из Казани в Австрию, я правильно понимаю, что в тот момент у тебя были проблемы с локомотивом, что у тебя то ли из отеля тебя выселяли, то ли ты уезжал. Вот что тогда там творилось? Нет, нет, ну, такой не было, что они меня… Выгнали? Да, выгнали. Но первый такой разговор, то что если не подписать, то что не остается в гостинице или как, я не помню, но хорошо, но… А, то есть тебя вызвали и сказали, вот контракт, подпиши. Если не подписываешь, уезжай. Да. Так было? Да. Я правильно все говорю? Правда, что он чуть ли не из отеля его выселили, убрали? Нет, ничего подобного, ничего подобного. Он, как, знаешь, настоящий мужчина грузин, с большим сожалению собрал вещи из Австрии. Пришел к тренеру, кстати, и сказал, что я ухожу. Потому что не смогли договориться. Я не могу бесконечно слушать это вранье, поэтому я ухожу. Все. Вы что ему ответили? Я ему ответил, что Хвичи, да, еще небольшое время я пытаюсь этот вопрос регулировать. Но он сказал, что нет. Он объяснил, что у Миранчука тоже была такая ситуация, что он, может, уехал в рубине. И он здесь остался, и вот как он сейчас. Но, я думаю, для меня там другая ситуация была. И я это объяснял у Юрия Павловича. И я думаю, он сейчас согласен, и он знает, зачем я сделал это. Но я думаю, сейчас я играл в топовой команде, и все нравится здесь. Но тебя не обидело то, что «Локомотив» тебе давал еще один год контракта? То есть еще один год просмотра твоего? Тебе это не обидело? Да, конечно, обидел в сердце, но это не эмоционально, я ничего не делал. Но я обидел, конечно. Я думаю, если другой футболист был мой, как я, я думаю, он тоже обидится. Но я не сказал ничего плохого, никого, как они хотят. У меня своя работа, а они свои работают. Я думаю, что у него остались великолепные воспоминания о «Локомотиве». Порой цели агентов и цели футболистов, они, в принципе, немножко разные. Потому что, особенно у молодых футболистов, многие вещи решают агенты за них. Футболисты им доверяют. Здесь получилось так, что, судя по всему, агент сделал выбор на другом клубе. Точно так же, как, насколько мне известно сейчас, есть предложения из-за рубежа. И, в первую очередь, их оценивает агент сейчас. Как более опытный, как более взрослый человек. Кикнадзе тоже грузин. Ковячий круг, понимаешь? Ему не понравился мой поступок. А сейчас вообще сумасходящий, что он еще выстрелил, понимаешь? Я понимаю, есть… Вы считаете, что сейчас Кикнадзе сильно переживает, что Хвича хорошо играет? Это надо Кикнадзе спросить. Ну, как вы думаете, Мамука? Конечно, переживает. Кикнадзе умный человек. Будет переживать, такого игрока потерял, понимаешь? Конечно, будет переживать. Но это же он не от злости сделал. Где-то что-то ошибся, где-то ему что-то плохо подсказали. Бывают ошибки у меня и Кикнадзе, у всех бывают ошибки. Что из этого создать? То, что у меня отношение ослабилось с Кикнадзе так, я же плохого ничего не говорю. То, что они пишут, это же Кикнадзе не подтверждает, что я так говорил про Мамуку. Опять же, я не верю в эти письма, что Кикнадзе про меня так говорит. Я лично не верю. Вы с ним общались после истории с Хвичей? Не общался я. Ни с Кикнадзе, ни с Ласюком? Ласюк — это мой близкий человек. Как мне общаться? Да ладно. Да я тебе говорю, он родственник, ты не знаешь. Не мой, а моего друга. Ласюк? Да, Ласюк у меня очень хорошие отношения и дружеские отношения. И я еще раз говорю, Ласюк на своем деле, он умный парень. Кикнадзе тоже непростой. Это все вот интервью начинается, журналист так написал, это отписал. И потом идет вот эта война. Я на этом не цепляюсь. Как два умных парня могли предложить контракт один плюс три? Спрашивает Филипп Кудрявцев. Вот это мне тоже интересно. Как они могли такого допускать? Ну я знаю, что Андрюха уговаривал, что надо Кварацхеля брать. Я так... Андрюха — это Ласюк? Да. Я думаю, там много что-то... Локомотив — это большой клуб. Понимаешь? Кикнадзе, Андрюха, Андрюха там есть, очень много. Они собрались, наверное, они так решили. Люди ошибаются. Если Кварацхеля не сыграли бы, если не сыграли бы... Они бы сходили... Сходили бы... Конечно. Рассазывали бы... Сказали бы на меня, что Мамука погубил его. Я рискнул там. Я и отца сказал, я на себя вот это... То есть вы игрок? Я — да. Вы игрок. Вы готовы рисковать? Нарды тоже хорошо играют. Нарды? Ну я вас обыграю нарды. В длинные, в длинные. Длин я не умел. Я коротко все люблю, понимаешь? И короткий лярд тоже. А я? Не-не-не. Я рискнул. Я рискнул. Я сам вот... То есть вы взяли ответственность перед папой и Хвичей... И перед папой, и перед братом, перед мамой, перед моим друзей там. Мы все одиногоденники. Все мне задавали вопрос — ты что делаешь? Ага. Хочешь обошел со мной, как будет мамука, так я делаю. А нас сегодня мы вдвоем на коне. Ты знаешь, что Семен просто считает тебя самым талантливым футболистом, с кем он работал? Ну, я не знаю, но... Да, он сказал, я думаю, да. Тебе сказал об этом лично? Ну, нет, он лично мне не сказал. И... Ну, я очень... Я очень люблю этот человек и... Семена? Да, он, я думаю... Не только я думаю, он легенда для... Не только локомотива, он в России. Я думаю, для российского футбола он легенда. Говорят, Юрий Павлович, когда ты уезжал, он чуть ли не плакал. Ты в это веришь? Или ты это видел, может быть? Да, мы когда разговаривали, я когда сказал то, что я уезжаю... Да, он много разговаривал. И потом, когда уже последний сказал то, что все, я уезжаю... Да, по-моему, у него был один. И я это когда смотрел, я думал... И я тоже плакал, потому что такой человек, когда у тебя такие эмоции, я думаю, это из сердца идет, да. И я тоже плакал. Тоже плакал, да? Да, да, да. То есть ты его воспринял как отца, как дедушку уже... Да, он все... Шучу сейчас в Грузии. Твой второй папа Сеомин. Все говорят, да? Да, когда в сборную я... И говорите что-нибудь, интервью посмотрите у Сеомина. Все говорят то, что вот твой папа, разговариваем в телевизоре. Твой второй папа. Да, я очень обожаю этого человека. Человеком. А ты с ним общаешься сейчас? Ну, нет. Ну, не общаюсь, но через коль-коль-коль он всегда Сабу звонит. И всегда он скажет то, что привет передаю Хвича, и я тоже через Сабу я общаюсь. Но я всегда смотрю, когда он телевизор или Мач ТВ, или какой у него. А у тебя телефон его есть? Нет. Отдай я б номеру Юрия Павловича. Юрий Павлович. Юрий Павлович. Привет, Нобиль. Здрасьте, а знаете, с кем я сижу сейчас, Юрий Павлович? Ты? Юрий Павлович. Я, слышите? Да. Как поживаете? Ничего, нормально, хорошо. Юрий Павлович, я сейчас, знаете, с кем сижу за одним столом, кушаю хинкали? С чем? С Хвичей Кварацхели. С Хвичей Кварацхели. А у вас есть фэйстайм? Вы можете фэйстайм, чтобы лицо пока увидели ваше? Да не, я это, я за рулем. А. Юрий Павлович, просто смотрите, Хвича, ну скажи ему. Здравствуйте, Юрий Павлович. Как дела? Хвича, привет. Ты уже стал хорошо говорить по-русски. Молодец. Спасибо. Нормально. А ты по-русски научился говорить? Да, чуть-чуть разговаривать я могу уже. Ты смотри, как хорошо. У нас ты не говорила, сейчас видишь. Да. По-татарски не научился? По-татарски. Татарски еще нет. Давай еще татарский выучи, обязательно английский. Хорошо. Хорошо, Юрий Павлович. Нормально все у тебя? Да, да. Спасибо, Волшой. Молодец. Ты меня радуешь. Ты мне нравишься, как играешь. Спасибо, Волшой. Ты одно. Ни в коем случае не бросай свои лучшие качества. Это обводка и острота. Внутри перед штрафной. Да. Ну а, милый мой, надо и оборону держать, когда успевать назад бежать. Понял? Да, да, да. Я понимаю. Вот назад надо бежать. Сейчас все назад бегают. Даже, видишь, мечи заставили назад бегать. Да, да, да. Так что... Так что давай. Нравится Казань? Да, я очень нравится все здесь. Квартиру, наверное, купишь там, нет? Не знаю, как будет, но... Юрий Павлович, он на базе живет. Ну на базе, а что? Там жить можно. Хороший город. Мне нравится. На базе, Юрий Павлович? На базе Рубина живет? Ну, ясно. А что, пускай будет квартира, если хорошая. Сейчас зарплата получает хорошая. Или в Москве пусть покупает квартиру. В Москве покупай квартиру тогда. Хорошо. Юрий Павлович, он хочет в Реал Мадрид играть. Ну, а причем играю в Реал Мадрид, а квартиру в Москве чем плохо. Юрий Павлович, мне сейчас сказал Хвича, что вы для него просто особенный человек, и вы для него просто второй папа. Это правда, Хвича? Он прямо сейчас сидит, краснеет, Юрий Павлович. Ну, я думаю, у нас нормальное, хорошее было общение. Не удалось, чтобы он побольше поиграл. Мне очень хотелось, чтобы он в моей команде, которой я руководил, чтобы он подольше поиграл. Ну, это жизнь. Следим за ним, радуемся его успехам. Спасибо большое, Юрий Павлович. Радуемся. Давай, продолжай, продолжай. Ты человек, который любишь футбол, ставишь себе большие цели. Дай бы, чтобы они тебе все удались. Будешь так же работать, тренироваться, все будет. Все удастся. Да. Спасибо, Волчой. Ну как, Юрий Павлович, ты прям пусть покраснел. Волновался? Да. Ну, когда слышит ему голос, мне приятно. Потому что я время думаю, когда я бил в «Локомотиве». И для меня это очень важная история. Скромный парень, Юрий Павлович? Да сейчас нет, все уже куда скромный. Столько про него уже написали за последнее время. А столько премии ему дали, что какая скромность пропала. И как пропадает хинкали в его животе, так же пропадает скромность. То, что грузина, это не пугает, что лишний вес может появиться? Нет, я могу сказать, что он же на базе живет. И далеко они жили на базе. И они вечно два часа ночи заказывали себе еду из Макдональдса. Постоянно. Это один раз, блин. Все-таки база же такая вещь. Сразу все докладывают, что и как. Так. Поэтому я уже там через полчаса знал, что они там ночью ели из Макдональдса. Не, я-то не против самое дело. Вы-то не вручили Макдональдса. Да, я вообще просто прямая реклама Макдональдса в России. Вот. Но как бы вот люди на базе были шокированы. Поэтому я говорю, давайте как-то уже без Макдональдса. Часных вечер заказываешь Макдональдс? Не-не-не. Один раз был это. Мы уже знали, что мы в Грузию едем. Но уже тренировок не было. А я помню. Часто придумывают. Не-е-е. Тогда карантин уже. А когда был карантин, вы заказали Макдональдс? Мешать развиваться. Ну, а менталитет, характер все же… У него хорошая. Эмоциональность… Он работает с этими вещами. У него очень высокий уровень восприимчивости. Реально плакал. Именно вот это «рыдал» даже, наверное, не очень подходит. Потому что «рыдал» — это какое-то горе, да. Он просто плакал. Такое больше обывательское понятие. На тренировках после каждого стыка. Ему просто больно было? Ему было больно. Причем сначала первую секунду я испугался. Потому что я привык, что если игрок падает и плачет, значит, какая-то серьезная травма. Но когда он поднимался через минуту и, как ни в чем не бывало, продолжал тренироваться, даже не уходя там, даже не прибегнув к дотерской помощи, я понял, что это такое еще… Скорее, детское какое-то проявление и реакция на боль. И когда я ему стал делать замечания в жесткой форме, запретил докторам вообще приближаться к ворацхелии на пушечный выстрел, пусть хоть обваляется на футбольном поле, у нас доктор не выходит оказывать помощь ему. Ну и так далее, и так далее. Стал всячески в своем стиле высмеивать это на теориях, какие-то подборки делать, потому что у нас все тренировки записываются. То есть, когда пошло давление такое комплексное со всех сторон, что это на самом деле вообще не по-мужски и вообще не по-спортивному, он очень быстро перестроился. – Хвича, что с тобой делаешь? Что с тобой происходит? – Геймы делаю. – Опять травма? – Нет, просто восстановиться. – На тренировке сейчас? – Да. – А почему? Резкий финт? – Ну, наверное, не резкий финт, но чуть-чуть. Поляно и сейчас делаю. – Хвича, ты один из самых техничных футболистов, все время идешь в обыгрыш, и все время тебя бьют. Ты к этому привык уже? – Да, но я думаю, он не только мне бьет. – На тебя часто очень бьет? – Да. – Есть самый нелюбимый защитник, против которого неприятнее всего играть? – Нет, я думаю, нет. – Нет такого? – Нет. – Ну-ка, вот матч с «Динамо». Тебе по носу дали. – Ну, да. – Ну, это, я думаю, убивает в футболе. Он мне после игры позвонил, этот человек гей сказал, извини. – Тебе позвонил, да? – Да. – Хороший человек. – Ну, я думаю, убивает в футбол такой. – То есть ты не обиделся? – Нет. – Мне говорил Юрий Павлович Семин, он говорил, «Хвича, у него такое здоровье, он вообще просто может бегать по футбольному полю, я не знаю, там, хоть три матча подряд». – Ну, не знаю. Согласен. – То есть ты можешь… – Что ты же сказал? – Вот вы сказали, что работали с разными талантами, и так сложилось, так получается, что это уже такая тенденция, вполне конкретная, с Головиным, с Эдегором, Мусу могу раньше вспомнить. Как так у вас получается? Это что за специфика? То есть все равно талантливый игрок – это сложность скорее, а не плюс для тренера, который решает задачи. – Ну, Нобель, это знаешь как… Это старость, наверное, к сожалению. Потому что один человек, когда я работал первые годы в ЦСКА, он все время мне такой очень… человек очень большой, его мнение крайне важное, да, он мне все время говорил, «Слушай, ты никогда не говоришь о воспитании какого-то отдельного игрока, ты все время говоришь о результатах, о командных, о каких-то вещах, вот у тебя нет такого желания, и я никогда не понимал, о чем он говорит, то есть когда… ну тут каждая игра, тут каждый результат, ну то есть это очень важно, но на каком-то этапе, на каком-то этапе, когда уже там были чемпионства, когда уже были командные результаты, у тебя вдруг просыпается вот это желание, вот мало тебе только вот этого, то есть еще хочется сделать так, чтобы игрок заиграл на другом уровне. — Ты знаешь всех таких главных воспитанников Слупского в Корее? Кого он воспитал? — Я думал, что нет. — Нет? — Нет. — Давайте я расскажу. — Ну пусть попробуют. — Давай, попробуй. Кого он воспитал или нет? — Из вот тех сейчас более-менее молодых, с кем я работал, они сейчас… — Ну, Одегард, я знаю, да, это… — Да, Одегард. — Сейчас он в Реале, да. Реал сосед отбил, а сейчас вернемся, да, Реал? — Да. — Не вернемся, а вернемся. — Вернулся, да. — Да. — Ну, когда Леон Викторович был в ЦСК, ну, я помню это время, когда потом в России сборную, но футболисты… — Да, кто там был? Тоже был. Сейчас он играет в Европе. — Головин, да? — Да. — Головин. Ну, футболисты молодой не помню. — Про Боуэн он вряд ли знает. — Знаешь такого футболида? — Джеред Боуэн. — Нет. — Это в Хале я с ним работал, он сейчас играет в Вестхэме, и в последнем туре чемпионата Англии забил два мяча, но Вестхэм купил там 25 или 27 миллионов фунтов. Огромная сделка. — А Муса? — Да, помню. — Нигерия, да? — Есть какие-то качества сравнимые с Хвичи у кого-нибудь из них? Или их качества, которые Хвичи превосходят, может быть? — Ну, он в чем-то превосходит, в чем-то не превосходит. Потому что, например, если мы говорим про Боуэна, у него была просто потрясающая статистика. У него таких-то супер качеств каких-то и нет, но у него статистика… То есть он уже на сборах стал лучшим бомбардиром в хале. И потом сразу же в первый сезон стал одним из лучших бомбардиров чемпионшипа. То есть у него была сумасшедшая статистика. У Квара нет статистики пока. Вот. Головин, ну он тяжелее начинал, чем Квара. Он больше там бегал в отборе, что-то такое было рабочей лошадкой, потом уже перестраивался. Этот, конечно, ярче намного. А Одегард, у него скорее были такие глубинные, психологические проблемы. У него какие психологические проблемы? Чтобы иметь психологические проблемы, надо копаться в себе, задумываться, быть рефлексирующим человеком. А здесь что? Хинкали поел, в приставку поиграл и все. Витя, то есть ты ни за что не переживаешь? Ну… Не знаю, но если… Иногда да. Наше внимание не обращаешь? Не, он если играет, он не переживает. Я вот так тебе скажу. Потому что он на данном этапе любит безумно футбол. Такая детская любовь. Вот. Ну вот, говорю, что хинкали и компьютерные игры. Поэтому, если его накормить, дать приставку и дать возможность играть в футбол, все, он больше ни за что не переживает. Я правильно говорю? Да. Вы сказали статистика. У него плохая статистика. Она не плохая. Это реально важно, чтобы… Статистика вообще самая важная вещь, которая есть в футболе. Ее очень многие недооценивают. Вот. Поэтому… Ну, опять же, очень простой пример. Когда я работал в ЦСКА, вот. И я знал, что Думбия – это будет десять плюс голов. Ну, там, хорошо, гол плюс пас. Десять плюс будет Думбия, десять плюс будет Муса, десять плюс будет Вагнер, будет Загоев, будет Тошич, будет, не знаю, Еременко и так далее. То есть ты просто понимаешь, уже какое количество мячей… Ты забьешь. Ты забьешь. То есть… И ты понимаешь, что уже… То есть статистика – это, по сути, ключевая вещь для игрока группы атаки. Потому что если ты просто эффектен, но не эффективен, ну и смысл твоего… Эффектности твоей… Или где-то ты зарабатываешь фолы, где-то около боковой линии, в районе центра поля, ну и что, как ты реализуешь этот фол? Но… Но хейтеры… Хвичи говорят, слушайте, он выходит играть как ребенок. Он просто выходит, обыгрывает соперников. Он не играет ни во взрослый футбол. Ну, это… Это отчасти правда. Отчасти это правда. Но, еще раз говорю, не все и сразу. И даже статистика этого сезона в девяти турах, три заработанных пенальти… Ну, то есть это тоже статистика. Вот заработанные пенальти – это статистика. Потому что мы все их три реализовали. Гол и голевая передача, то есть пять для меня… То есть я считаю, тоже веду… То есть для меня у него пять баллов по системе «гол плюс пас». Это не так и плохо для девяти матчей. Вот. Но, безусловно, она у него должна и обязана быть выше эта статистика. Фитчер, есть вопросы, Клиан Викторович, по поводу Эдегора, может быть, или Головина? Не, одегард хочу… Ну, какой был? Очень профессиональный. Да. Он до пяти вечера в тренажерке сидел, где я тебя ни разу не видел никогда. Он там был. У него реально тело, у него каждая мышца проработала. Правда, я уходил с базы последней, он еще был в тренажерном зале. Он даже не профессионал, он робот вообще. Он просто вот от сих до сих. Закончил он архитектурный университет в Норвегии. То есть он умный. Прям очень умный, образованный парень. Очень такой, но от этого рефлексирующий. Поэтому здесь есть обратная сторона ума – это высокий уровень рефлексии. Ну, ты не понимаешь, о чем я говорю. Не, я понял. На ваш взгляд, Хвичиков в Расселе – это главный талант русского чемпионата? На сегодняшний день? Да. Но это уже свершившийся факт. Поэтому он доказал своей игрой. Сейчас игра Рубина строится практически, он вытягивает всю команду. Неоспоримо. Да, это так. Мамука, я слышал такую версию, что Хвича Кварацхеле – самый сильный грузинский футболист за 40 лет. Слушай, Нобел, вот это уже переоценки пошли. Почему? Как он самый сильный? Он, может, самый талантливый. Ты не говори так. Тамаро Ладзе, Кинг Ладзе, Каладзе. Подожди, подожди, Хвича еще не футболист. Хвича долго надо. Очень много надо ему, чтобы он стал такой уровень. Он еще не футболист? Конечно. Ему еще надо очень много работать, чтобы он стал футболистом такой, как был Каладзе, Кинг Ладзе, Шотаро Ладзе, Хавелашвили, Миша. Там, это же в Грузии. Уже не говорят, Давид Кипьяни – царство его небесное, Володя Гуцеев, Роман Шенгель – царство его небесное. Не-не, в Грузии это же не первая звезда у нас. Посмотрим, это очень хороший, талантливый футболист, которому надо очень много работать, чтобы он дошел уровень такого, Кобьяшвили там и что. По-вашему, через сколько лет Хвича готов к переезду в Европу? Как общались с Рубином, с Луцким, спортивным директором, с Олегом, года два ему надо еще, мне сказали, а я и говорил. Год-два? Один год, ну максимум два, от года до два посмотрим. Сколько клубов на вас выходило за последние три месяца по поводу Хвича? Пять. Давайте их называть. Торино? Было? Ну, сам говоришь, да. Сосоула? Да. Краснодар? Краснодар ко мне не выходил, Рустика. На Рустика выходили? Не знаю я. Хорошо. Наверное, раз ты говоришь, ты больше знаешь. Так, Краснодар. Давай российские клубы уберем, итальянские были и немцы. Хорошо. Австрийские. Зальцбург. Зальцбург выходил? Зальцбург, Гент. Гент. Удинезе. Удинезе. Торино. Торино. Сосоула. Сосоула. Пять команд. Почему не говорит Олег Яровинский, что никто не выходил? Потому что Олег это не знает. Ну, как я? Зачем мне звонить Рубине и писать очки, что ли, хочу? Я знаю, что они его пока не готовы отдавать. Рубин только что создал хорошего клуба. Даже если они готовы были Хуйчу отдавать, я сказал бы нет. Ему еще нужно здесь в российском футболе играть. Миранчук, видите, штуары. Вот сейчас они только выходили в Аталанты. Только не говори, Хуйча сейчас больше сделал для российского футболе, чем Миранчук. Правильно? Миранчук свое все сделал. Кубок, чемпионство. И потом поехал в Аталанты играть. Умный мальчик. Молодец. По Хвиче бесконечно кто-то ему звонит. Мамуке. Мамуке, естественно. Но Мамуке очень грамотный менеджер и управленец. Он прекрасно понимает, что сейчас это все вот эти разговоры, все вот эта пена, она бессмысленна, потому что когда какой-то серьезный, интересный клуб захочет, он позвонит сразу всем, со всеми выйдет на контакт. И будут нормальные, правильные переговоры. Сейчас очень много звонит вот этих вот… Жучков. Жучков-пауков. Да, пауков, которые хотят что-то придумать, рассказать это все. Ну, по таким футболистам, как Хвиче. Вообще по любым футболистам это вред. Но ты веришь, что ему звонили Мамуке и Сторинов? Конечно. Естественно. Естественно. Ну, из Торино, Фиорентино, откуда еще угодно. Просто… Почему нет? Давай вот этих жучков-пауков, которые связывают паутину клубы. Торино пытались связать в Хвиче? Пытались? Фиорентино? Нет, это я сейчас просто придумал. Торино? Брюги? Ген? По-моему, да. Но они же тоже… Понимаешь как? Они думают, что они очень хитрые. Они сейчас придут, предложат за Хвиче 10 миллионов или 5. Очень часто, когда фигурует какая-то сумма, никто же не определяет, в какие сроки она будет выплачена, какие деньги гарантированы, какие нет. И они думают, что они хитрее Рубина. А в Рубине тоже хитрые ребята. И Рустам Федорович по хитрее сможет преподавать на курсах высшей математики. Поэтому мы тоже как бы не лаптимся и хлебаем. Точно так же, когда мы куда-то звоним очень часто, мы понимаем, что ага, вот тут тоже ребята понимают. И наш хитрый план не сработал. Все нормально. Давай еще клуб перечислим, мне просто интересно. Из Германии есть? Не знаю. Нобель, понимаешь как? Сейчас, когда Хвиче довольно ярко выглядит в российской футбольной премьер-лиге и матчах за сборную, очень много народу пытаются вот эти вот первые вот эти, как есть такая пенсионерская игра в питан. Они шары подбрасывают в песок там рядом с какими-то ямками и хотят посмотреть, насколько далеко пойдут эти песочные брызги. Ну, нас вот этими финтами не раскачать. Поэтому мы просто… Вокруг вот эта все пена идет, а мы на нее не обращаем внимания, потому что пена – это всегда бессмысленная трата времени. Как вы видите карьеру Хвича Ковратсхеля через пять лет? Он играет в большом европейском клубе. В большом это каком? Это в топ-5, в топ-10 в европейских клубах? Или это второй эшелон? Ну, нет, конечно. Я думаю, что вот в первой пятерке, может, в десятке. Ну, потому что я… Если все будет продолжаться так, как оно продолжается, то футболистов, которые смело идут в обводку и обводят троих игроков и могут решить эпизод в одиночку, ну, их очень мало вообще на самом деле даже в Европе. Ну, я верю, что он будет играть в очень большом клубе. Если даже, может быть, не сразу вот сейчас, вот если он перейдет там, грубо говоря, но там в такой пять-десять лет он будет в очень хорошем клубе. Ну, во всяком случае, ты тьфу не сглазь, я очень верю в это. Я надеюсь, что он будет так. И желаю ему, чтобы это все у него там свершилось. При следующем трансфере мнение Хвичи будет определяющим? То есть, представляем, приходит к вам Хвичи через год и говорит, «Рустем, меня хочет «Зенит» или «Спартак». Я очень хочу играть в Лиге чемпионов. Можешь мне продать?» Безусловно, конечно. Ну, если скажут, что я хочу очень играть и меня хотят купить за два миллиона, ну, как бы, я думаю, что этот трансфер не состоится. То есть, ну, безусловно, конечно же. Ты знаешь как, я очень хорошо понимаю сейчас, спустя там уже какое-то время в футболе, я понимаю, что не самые важные вообще там какие-то интересы клуба там, еще что-то, да. Прежде всего надо думать и об игроке. Потому что, ну, век футболиста не так долго. Это у меня даже уже вот прямо на моей памяти там уже и начали, и закончили уже там несколько там, ну, не поколений, но там год за годом этот год, понимаешь. Они только начали, уже закончил этот, только начали, и уже вот и они закончили, да. Поэтому, ну, нельзя ставить во главу угла только там деньги или еще что-то. Конечно же, нужно думать, ну, футболист должен поехать. То есть есть какие-то у меня вот такие, как бы, убеждения. То есть здесь, ну, где-то, может быть, я и наступлю там себе там, грубо говоря, на эго свое. Ну, пойду на встречу футболиста. Рустам Сайманов сказал, его надо удивить деньгами, чтобы он продал Хавичу. Как думаешь, какая там может быть сумма? Я не знаю. Я не знаю, какими деньгами надо удивить Рустама Сайманова. Но я думаю, что если удивиться Рустама Сайманова, то удивятся все остальные. Поэтому я готов удивиться вместе с ним. Пусть он, у меня плохо все с математикой. Но я так понял, что, типа, в его голове, может, я ошибаюсь, типа, фигурирует сумма там от 20 миллионов, 25 миллионов. Ну, скорее всего. Скорее всего. Ты вот веришь сам? Конечно. Ты считаешь, что Рубин может получить на свой счет 25 миллионов евро за Хавича Кварасхеля? Ну, понятное дело. Дело все в том, что если даже оценивать, что происходит сейчас на рынках по футболистам, которых приобретают клубы, которые в теории должны приобрести Хвичу. Хорошо. 15 миллионов евро за Миранчука — это большие деньги или нет? Нет. Почему? Потому что он мог стоить чуть дороже — 20-25. Ну вот, вот и все. Да, только ты один фактор очень важный не учитываешь, Олег. Ну, мне кажется. Я думаю, что Миранчук играл в Лиге Чемпионов два сезона. Он чемпион России. Он забивал ворота Ювентуса в двух матчах подряд. Хвичи до первого матча Лиги Чемпионов далеко, объективно. Ничего страшного, но ему и лет гораздо меньше, чем Миранчуку, потому что Миранчук 95-го года рождения. Это не самый юный по европейским меркам футбольный возраст. Посмотри Санчо, посмотри других вот этих всех суперталантов. Супер, да. Но просто Рубин должен сыграть Лиге Чемпионов в Хвичу продать за 25 миллионов. Да. Я надеюсь, что… Не сыграв, вы его не продадите, Олег. К тому моменту, когда Хвичу будет 25 лет, он точно в Лиге Чемпионов сыграет и не раз. Ну, просто я думаю, что может быть за Рубин, может быть за другую команду, но… Потом я же сказал, что Хвич талант и Миранчук, а вот и все. Рубин обычно покупал игроков за 20 миллионов. Ну, Карлс Эдуард и такие прочие трешевые, адовые сделки, которые были раньше у Рубина. То есть ты веришь, что Рубин может кого-то продать за 20 миллионов? Конечно. Вообще… Напрямую в Мадридский Реал? Ну, в Мадридский Реал я думаю, что нет. Я думаю, что вообще ни один российский клуб на данном этапе никого в Мадридский Реал продать не может. Это будет очень сложно. А почему? Потому что, ну, слишком сильная разница в уровне между Мадридским Реалом и любым российским клубом сейчас. То есть Реал может купить из Норвегии Одегарда, а из России не может купить из клуба РПФ? Нет. Ну, Манчестер Юнайт уже интересуется Пеняевым. Вполне возможно, что они его купят в статусе молодой звезды. Реал купил Одегарда как молодую звездочку. Вот и все. Так возможно. Я имею в виду стартовый состав основного состава. За 20 миллионов, да. Ну, да. Ну, а стартовый состав основного состава, я думаю, это 60 уже даже миллионов. 50, вот так. Поэтому я думаю, что нет. Сейчас разрыв между… Манчестер Сити и Зинченко покупал уже не стартовый состав. Ну, покупал же. Ну, покупал. Но, опять же, молодого футболиста на перспективу, да. Но пока я считаю, что Мадридский Реал никого из России купить в стартовый состав не может. Карьера Хвичи в идеале. Средний клуб и дальше Реал Мадрид. Средний европейский клуб. Ну, хороший средний клуб. Что называть средним. Ну, достойный европейский клуб, участвующий регулярно в Еврокубке. Да, сто процентов. И потом же Реал Мадрид. И потом, вполне возможно. Ну, тут уже будет зависеть все от огромного количества факторов. Потому что, может быть, сейчас сидит какой-нибудь не Нобель, а Нобелио Джуниор в Бразилии. Общается с спортивным директором Фламенко, а у них там уже пять футболистов, как Хвича, которых они тоже хотят продать в Мадридский Реал. И я уверяю, что они не ошибаются. Вполне возможно, в Бразилии, в Аргентине, в Германии еще где-то есть футболисты. И с ними, со всеми Хвича надо будет конкурировать. Конечно, это сложно. Поэтому в Мадридский Реал это вопрос, ну, слишком далеко это пока. Олег, скажи, а как ты пытаешься продать Хвичу? Ну, то есть, круто же, имея такой актив, как-то его сейчас по рынку рекламировать. Европейский рынок. Давайте так, вот когда кто-то начинает что-то рекламировать, это мы сразу превращаемся в маленький, убогий клуб. Да? Рубин – это большой, солидный клуб, который, ну, просто находится, молодая, опять же, команда, я уже говорил, в стадии развития. Мы не отсылаем кассеты с игрок Хвича. Мы не пытаемся ссылки делать и клипы на Vimeo по нему. Потому что Хвич – это такой уровень игрок, что все, кто надо, они сами его посмотрят, сами разглядят и к нам придут. А если мы начинаем кого-то продавать, ну, мы превращаемся в такую вот, ну, рыночную бабку, которая, там, пытается помидоры лишний раз обрызгать, чтобы они красиво выглядели. Не, ну, есть же другие методы, ну, то есть дать понять… А другие методы – это наш секрет фирмы, которые мы не рассказываем на публике. На самом деле, хорошие футболисты продают себя сами. Вот и все. Хвича, ну и главный, наверное, угол или главная часть твоей комнаты – это где PlayStation, да? Да, это, я думаю, сейчас мой лучший друг, когда я один в комнате. Но, да… У тебя какой-то джойстик специальный? Да, это не мой, это Зорик купил. Ну, он играет, чего не знаю, но это, знаешь, здесь телефон поставишь и там играет. А, это для телефона? Да, я думаю. А какие игры твои любимые? Какие игры у тебя? Ну… GTA, я смотрю. Да, у меня есть, знаешь, я диски, ну, иногда куплю, я куплю там онлайн. Ага. И, ну, у меня игры в FIFA, да, GTA, PS, да, я играю. Ну, я много игр играю, но я думаю, сейчас мой любимый игрой – это Call of Duty, Warzone. И я с друзьями играю, когда у меня есть свободное время. А еще у тебя здесь машинки. Можем, посмотрю? Да, да. А, это твоя мечта, да? Феррари купить? Ты о Феррари мечтаешь? Это, ну, да, конечно, красивая машина. Это моя машина, это Zurich машина Lamborghini. А ты можешь себе большую купить машину? Не знаю сейчас, но стараюсь. Я знаю, что очень многие молодые футболисты, например, свою зарплату отдают родителям всю. Да. У тебя как происходит это? Ну, знаешь, разницы нет. Я заработал не только для меня, я заработал для семьи. Я хочу, потому что они много делали то, что я сейчас здесь, потому что, знаешь, очень тяжелое время бил, когда я в Грузии. Бил плохо, ну, тяжелое время, когда я не могу, знаешь, ну, не хочу сейчас все сказать, но очень тяжелое время бил. И они очень, они… Тяжелое время для твоей семьи? Да, да, да. И они очень мне помогали. Ну, не то… И я, когда зарабатываю что-нибудь, это для… Родителей? Да, для родителей, да, конечно. Когда они тебе разрешат купить Феррари большой? Уже настоящий. Ну, я не знаю. Знаешь, сейчас не время для Феррари, но если играл хороший футбол, потом… дай Бог, будет. Хвича, ты сказал, Рэйхстон, я думал, может быть, я слышал, может, Рэйхстон, какой-нибудь БМВ супермодный, а вот она, да, твоя машина? Да. Это Рэйхстон, машина Саньянг, ну, не самая модная. Да, ну, не самая модная. Ну, я в магазин поеду максимум, с ребятами. Да. А скажи, какая самая крутая машина, может быть, с фамилией, на базе Рубина? Не, ну, самая хорошая. Знаешь, все почти идет с Рэйхстоном, но я думаю, у Игната с Яхом нравится самая… У Игната? Да. Какая? БМВ, да? Хвича, только я тебя прошу, не учись у него машину водить, у него слишком много штрафов. Я думаю, у него очень быстрая машина, и потому что он не за штрафы. Ну, это ничего. Поэтому штрафы, да, быстрая машина, и поэтому много штрафов. Просто там ходили легенды, что предыдущий Танин Рубина, тоже знаковый, Бердеев, он мог, например, ну, не то что поцелать, а контролировать, например, ночные клубы «Казани», чтобы знать, где футболисты, с кем они проводят время. Ну, знать, нет, конечно, так, чтобы поцелать и смотреть что-то, нет, конечно, но… Бывало иногда, потому что были футболисты, которые там, ну, доходили слухи, что они где-то там отдыхают час, еще что-то, и он говорил, как бы нам вот это все-таки организовать, чтобы там узнать, что… А у нас город маленький ведь, на самом деле, там даже узнавать-то нечего, все равно все звонят и говорят, а вот ваши сейчас, ну, вот это все как бы, да? Было такое? Ну, так, чтобы, знаешь, ну, из него там какого-то монстра тоже лепить там, нет, конечно. Ну, то есть, это практиковал Бердеев. Как быть сейчас? Это практикуется такое? Да нет, вообще, да вообще нет, абсолютно. Ну, в этом плане, Леонид Викторович, вообще, вполне такой себе европеец уже, мне кажется. Да, мне кажется, и раньше такой был. Так он очень открытый, очень такой, знаешь, современный уже, как бы, человек. Поэтому нет, нет, вообще, даже никогда, даже намека никакого никогда не было. Ну, вообще просто нет. Рустем, но в Казани безумно красивые девушки. Хвить сейчас один. Это тоже проблема ведь найти правильную спутницу. У вас были же примеры, когда девушка рядом мешала развитию карьеры футболиста? Ну, я не помню, чтобы она мешала. Ну, у меня были какие примеры? Ну, как? Ну, много было примеров карьеры футболистов. Ну, в карьере, да, но у меня на памяти так. Но я думаю, что если он найдет себе здесь татарочку, я буду очень доволен. То есть, я так думаю, что он потом приедет сюда после карьеры где-то, состоящийся футболистом. Я думаю, что наша вот, у нас красавица татарочка, и думаю, она ему только поможет раскрыться. Вот, на самом деле, в Европе. То есть, вас не бывает, что это может как-то сбить его прицел от футбола? Вообще никак. Вообще никак. Вообще никак. Он же настоящий грузин. Все, как это может его сбить с прицела? Нет, конечно. Где через пять лет будет играть Хвичек в Рацхеле? Я хочу в реале, чтобы он играл. В реале? Я хочу. Вы в это сами верите? Я? Да, вы. Он был. Ему было пятнадцать лет, когда кричал, что звезда будет. Иди смейся. Они не случаются. Не, ну серьезно. Вы верите, что через пять лет он будет играть в Реал Мадрид? Я верю, что он будет или в Реал, или в Баварии. Между прочим, Байер его хотел. Он сам был там. Туда. Базу показали. Серьезно? Байер? Ты смеешься? Хочешь я тебе... Запомни мне в Волгоград, когда ты приедешь, я тебе контракт покажу. Сейчас покажите. Нету здесь у меня. Правда, я жену скажу, перекидай. В Баварии он был. Спроси, сам хочу. Ты в Баварии был, с Алихамедович встретил. Повели. Все, там договор. Такой был. Серьезно. То есть вы между Баварией и Локомотив выбрали Локомотив? Не говорю такого. Ну, не взял Бавария его. Ну, на разговоры были там. Тогда ему 17 лет было. Сказали, сейчас месяц посмотрим это, это. И так совпался. Я не только уверен, я знаю, что он будет в этих клубах играть. Я не говорю прямо о Реал Мадрид. Я говорю о Барселоне, Реал, Бавария, Юэнтус, Интер, Милан. Вот такие клубы. Я даже уверен. Если я не был уверен, что он там попадает, то я говорю, что его отдали бы сейчас. Не отдали бы и Дженуа, и Удинезе, и везде. Мы хотим его, чтобы он попал в Чельсию, Интер, в таких клубах. И Бавария, и Ариал, конечно. И то, что уверен. Я знаю, что он там попадет. С Божьей помощью. Чтобы только ему травму, чтобы не получил. Он попадет туда. Через пять лет где Бутхвича? Ну, вопрос очень такой. Всегда ты не знаешь, кто где будет в пути Господне неисповедимы. Но, еще раз говорю, по уровню своего таланта, который есть, и по отношению к футболу, который тоже является важнейшим компонентом, ну, мне кажется, он вполне может играть в больших клубах. Я не могу назвать конкретно страну или конкретный клуб. Ну, то есть он может, там, вот, с жеребьевкой Лиги чемпионов. Вот мы смотрим первую и вторую корзину. Вот в каких-то из этих клубов, из этих корзин он вполне может оказаться. Ну, третий уж, но худой конец. Ну, и под занавес конкурс. Конкурс от Хвичек в Расселе. Итак, любимый футболист Хвичи. Это не банально. Это не Криштиану, не Месси, хотя он играл в чемпионате Испании, правда? Да. Называйте варианты, правильный ответ. И дальше призы. Призы их будет три. Потому что будет футболка от Рубина, своим автографом. Сборная Грузии, естественно. И третья, это майка клуба, куда перейдет Хвичи. Неважно, через полгода, через год или через пять лет, Хвичи обязательно свое слово сдержит. Ты пришел в футболку, правильно? Да, конечно. Мы проконтролируем. Это, возможно, будет Реал Мадрид. Не знаю. Посмотрим. Ну что, ваши ответы здесь. Обязательно на канал подписывайтесь и смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова